Друзья, привет! В Краснодаре открывается форум «Дело за малым». Как понятно из названия, это форум информационной поддержки для предпринимателей, занимающихся или решивших заняться малым бизнесом. Как гордо сообщает сайт мероприятия, это форум для тех, кто готов начать свое дело, у кого есть огромное чувство неудовлетворенности чем-то в мире и силы, чтобы это исправить. В общем, все красиво, пафосно, зазвали кучу спикеров. Правда, как всегда, за малый бизнес будут олигархи рассказывать. Ну, такое, российская специфика, так сказать. За неделю до форума интернет-пространство просто взорвалось. Вроде даже Илон Маск участие примет. Более того, организаторы изначально его как бы, ну, провоцировали на участие. Баннеры в Штатах повесили, в СМИ запустили рекламу. И вот Маск откликнулся. Организаторы у строителей форума просто на гребне счастья, сам Маск внимание обратил на нас. И почему-то никому не приходит в голову, что Маск это по сути свой проходимец, талантливый манипулятор и мистификатор. Поинтересуйтесь на профильных сайтах, что такое, например, машина Тесла, как они работают, а самое главное, сколько все это приносит денег, а точнее сжигает денег. Заодно про гипервуб поинтересуйтесь, там вообще смешно. Единственный успешный проект Маска это космос. Но насколько там сам Маск, а насколько НАСА и именобороны США, это тайна за семью печатями. И уж точно этот проект к малому бизнесу отношений не имеет. Поэтому зачем было зазывать на форум человека с очень сомнительной репутацией, мне лично непонятно. И вот завтра состоится форум. Два дня серьезные дяди и тети будут рассказывать, как хорошо заниматься малым бизнесом. Фуршет будет, поедят, поговорят и разъедутся. А малый бизнес останется опять со своими проблемами. А проблемы есть. И в первую очередь я бы к ним отнес определенное сформировавшееся отношение к предпринимателям со стороны органов государственной и муниципальной власти, отношение как к некой дойной корове. Вся причина появления на белый свет которой – это кормление самих чиновников. Ярчайшим примером подобного подхода стало заседание межведомственной комиссии по легализации налогооблагаемой базы в администрации Армавира. Куда пригласили местного предпринимателя Ростислава Кутузова. Ну раз приглашают, он и пошел. Заодно взял с собой юрист и оператор, ну чтобы не скучно было. Ну вот и получилось не скучно. Для начала Ростислав попытался выяснить, а что собственно за комиссия заседает, какие у него права есть, регламент, есть ли положение о создании работе комиссии. Ответ чиновники в лице вице-мэра Армавира дали просто великолепный. Если тебе интересно, иди гугли. Я могу поинтересоваться, на каком основании нас сюда пригласили? Нет, давайте сначала начнем. Это руководитель Ростислава Александровича. Да, Кутузов Ростислав Александрович меня зовут. Это вы у нас руководитель? Да, у меня вопрос. Мы вообще находимся вот сейчас где? Здесь у нас проходит межведомственная комиссия по легализации налогооблагаемой базы. Она утверждена восстановлением и главы города Армавира, и есть письмо налоговой службы, федеральной налоговой службы о работе комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховой службе. Вы можете нам предоставить эти документы? Вот в секунду я не могу вам предоставить. Но вы нарушаете наше конституционное право. Материалы эти находятся в общем доступе. Мне не нужен общий доступ, я сейчас пришел по приглашению на межведомственную комиссию, которые затрагивают в том числе и мои права. Я прошу предоставить мне эти материалы. Если вы не готовы предоставить материалы, это нарушение по отношению ко мне, нарушение конституционных прав. Мы не устраиваем здесь непонятно шоу. Вы по закону хотите работать или нет? Послушайте. Я не хочу нарушения своих конституционных прав в данный момент. Так, уважаемые коллеги, у кого есть вопросы? Есть регламент? Нет, в этой комиссии есть регламент? Я могу ознакомиться с регламентом? В следующий раз на заседание, когда будет присутствовать глава города. Правоустанавливающие документы есть или нет? Правоустанавливающие документы постановлениями из главы города. Хорошо. Есть представитель прокуратуры здесь? Представителя прокуратуры нет? Я хочу сейчас обратиться к прокурору. Я хочу сделать обращение к прокурору про обращение Ростислав призывал к законности, взывал к конституции. Но видимо на этой комиссии он с тем же успехом мог взывать к Зевсу олимпийским богам. Результат нулевой. Не согласен? Спрашиваешь про документы? Давай до свидания, езжай вон там на форум. Там тебе расскажут про любовь государства к бизнесу. А тут суровая реальность. В общем немного поспорили про законодательство и перешли к сути вопроса. Зачем все-таки предпринимателя пригласили? Оказывается у него на одном предприятии зарплата в 11 тысяч рублей средняя. Как объясняет сам Ростислав, у него на одной из фирм в штате всего два человека. Одна из двух работников в декретном отпуске способен в 6 тысяч рублей. Но чиновники уже углядели добычу. Вероятно совершено государственное преступление. Понимаете, здесь явно уход идет от уплаты налога. Вы сейчас обвиняете меня? Я вам говорю о том, что вы явно уходите от уплаты налога. То есть вы меня обвиняете? Я вам говорю о том, что фактически как вы можете прожить на 11 тысяч. Вы просто обчислите. Вы хотели бы понять. Чиновница мощно выступает. И я, например, тоже не понимаю. Как можно прожить на 11 тысяч рублей? Но при такой пословке вопроса я бы для начала вызвал бы руководителя местного пенсионного фонда. И ему бы эти вопросы задал. Как можно прожить на эти деньги? И почему в Армавире примерно такая средняя пенсия? Но вопросы почему-то задаются предпринимателю. Хотя понятно, что конкретная ситуация у этого Ростислава сложилась на предприятии в силу законов математики и средних чисел. Ушла девушка в декрет. Фактически там один работник работает. Но по статистике это двое числятся. Хотя даже при этом в минимальный размер оплаты труда укладывается цифра средняя у него по заработной плате. При этом комиссия, по всей видимости, даже не потрудилась изучить дело, вникнуть, понять, почему на конкретной фирме такая ситуация. Увидели цифру и давай на ковер тащить. Притащили. А Ростислав не унимается и пытается все-таки выйти на путь закона и правовых норм. Сейчас происходит административная процедура или нет? Сама эта комиссия является административной процедурой или нет? Насколько важен ответ на этот вопрос? Очень важен. Для меня это очень важно. Я хочу, чтобы соблюдалось законодательство. Я хочу, чтобы было все законно. Вы ответите? Нет. Является ли административной процедурой данная комиссия? В зале появляется второй заместитель главы города Армавира. Но на простой вопрос предпринимателя целый вице-мэр ответить также не может. Я не отвечаю на этот вопрос. Я не комментирую. То, что я керемен означает то, что я вас услышал. Что такое услышал? Нет. Я хочу, чтобы соблюдались мои права, которые мне даны Конституцией. Которые защищают президент Российской Федерации, правительство Российской Федерации. Прокурор надзирает за этим всем. Я хочу узнать, это является административной процедурой эта комиссия или не является? Я услышал, это что за ответ вообще? Что это? Является или не является? Я попрошу, чтобы ваш вопрос ввести в такой заседании. Мы вам обязательно ответим. Это какая-то запредельная жесть. Пригласили человека, сели. А чего сидим? Ответить не могут. Чего собрались-то тогда? А собрались, в общем-то, по поводу так называемого списка Галася. Для тех, кто не в курсе, Игорь Петрович Галася – это заместитель губернатора Краснодарского края, курирующий вопросы экономики и финансов. Представители администрации, мы записали, извините, я не запомню ваше имя, отчество. Сказали, что нас пригласили согласно списка... Кого? Галася. Галася. Могу я ознакомиться с этим списком? Это что за расстрелянный список вообще такой? Наверное, сможете, раз он существует. Можете мне его предоставить? Я попрошу сотрудника администрации. Нет, список администрации, список Галася, я думаю, предоставлять не нужно. Подождите, меня касается этот список Галася? Общий доступ, он подобран именно по факту, у кого средняя заработная плата ниже прожиточного минимума. Ну ладно, хорошо, увидели чиновники маленькую среднюю зарплату. Сейчас даже не будем опять вдаваться в подробности, почему она такая. И да, она ниже прожиточного минимума. Но она же больше минимального размера оплаты труда. А как быть с тем, что минимальный размер оплаты труда, который устанавливается правительством, ниже прожиточного минимума в России? Медведева с Путиным тоже в список Галася внесем и тоже вызовем на комиссию. Ну пусть они расскажут администрации города Армавира, как так у нас получилось. У нас нет зарплат ниже установленной минимальной заработной платы, которая минуточку устанавливается правительством. Вообще сюрреализм какой-то. Но чиновники сейчас все растолкуют предпринимателю и объяснят закон. Есть заработная плата, это прожиточный минимум для низкоквалифицированного персонала. Прямо так формулировка? Ну так формулировка. Вы сейчас меня ни в чем не обманываете? Я не обманываю. Прямо так в постановлении правительства написано, что... Нет, так не написано. Вот мне кажется, вы немножко вводите меня в заблуждение сейчас. Вы сейчас злоупотребляете служебными полномочиями. Ростислав, ну как вы могли подумать такое? Люди ночами не спят и думают о народном благе, развитии предпринимательства и помощи вам, как представителю предпринимательского сообщества города. Ну на лице же у них написано, как вам хотят помочь, не замечаете? Вон в Краснодаре даже целый форум собирает и будут рассказывать, как государство любит бизнес. Далее в дело вступает секретный чиновник. Начал с наезда. Как вы можете? Но вот представляться чего-то очень не хотел. Чего вас обвинял? Шувала. Шувала? Да. Шуваев. Интересно. У нас есть такие, нет? Нет у нас таких? Нет. Ну ладно. Ну вы сейчас очень эмоциональны. А по-другому можно будет как-то заслушать то, что вы сейчас... Вы должностное лицо? Должностное. А вы кто? Представьте, пожалуйста. Это он не обязательно знает. То есть я не имею права знать членов комиссии, на которые меня пригласили? Не, мне прямо сейчас вот это интересно. Скажите, пожалуйста, кто вы? Женя на выезде. Я тут? Да. Какой милый и добрый чиновник. Доброта и уважение к предпринимателю, так и сочаться из его глаз. А почему вы не принимаете? Вы секретны, потому что нарушаются мои права. Кто вас... Не смешно это слышать, понимаете? Вы даже не знаете, представляете, что такое нарушение действительно право. Но так-то да. Да, известный ученый нового времени Рене Декарт говорил, что все познается в сравнении. Если мы говорим, что на заседании этой комиссии предпринимателя по почкам не бьют, то... Ну, с этой точки зрения диалог идет прям душевно и в рамках. По почкам действительно не били. Ну, пока, во всяком случае. Ну, а теперь подводим итог. Вся эта болтовогия про развитие предпринимательства и помощь бизнесу разбивается о фундаментальный фактор. Отношение к предпринимателям со стороны власти. Любой. Как государственный, так и муниципальный. Все смотрят на бизнес, как на дойную корову. Ты нам обязан, ты нам должен. Одни хотят больше налогов, еще сильнее зажать. Другие хотят забрать себе, пока есть статус и полномочий, пока должность есть. Выдумают какие-то списки, оказывают давление на бизнес. Вот сидит комиссия, в ней чиновники. Что, заместителям начальника отдела налоговой службы или заместителям главы города Армавира заняться нечем больше, чем просто собраться и поговорить? При этом они сами не знают четко, чем заниматься и как вот в этом вопросе. И надо ли вообще это делать? Спустил Голась список, работаем. Ну и лимитируем там кто как. При этом у предпринимателя не спрашивают, а как вам можно помочь, что можно улучшить или как сократить давление на бизнес. Нет, все ровно наоборот. Давим, зажимаем, угрожаем и обвиняем. А профильного вице-губернатора Игоря Петровича Голося хотелось бы спросить. Кто вам дал право составлять такие списки? На каком основании вы это сделали? Чего вы этим хотите добиться? Если хотите, чтобы все ушли в тень, то тогда правильной дорогой идете. Давите, пугайте, ну пусть будет больше суровых списков. Только помните, что сказал ваш шеф, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Малый бизнес должен стать вот такой стержневой идеей развития штатского края. Крупный бизнес уже сформирован. Вот малый и средний бизнес, он пока еще на стадии обленных шагов больше желания людей, которые хотят заниматься малым и средним бизнесом. И надо всегда понимать, что из малого и среднего бизнеса может всегда родиться большой бизнес. Но движение должно быть у нас навстречу друг к другу. Тогда будет результат. Я надеюсь, что в нашем крае он будет. Или это всего лишь слова, как часто, к сожалению, у нас бывает, а не позиция руководителя региона. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, а также читайте Живую Кубань. Будет интересно. И посмотрите полное видео Ростислава. Ссылку на него я оставлю в описании к видео на YouTube. Вообще желательно, чтобы это видео, мое, Ростислава полное, посмотрели бы на этом форуме. И оценили бы, как с предпринимателями работают в Краснодарском крае. У многих бы открылись глаза. На этом все. Пока.